Музыка Библиотека для меня это мой родный дом. Потому что тут склалось и профессиональное житье, и далее семейное житье. Тут у нас повырастали библиотечные дети. Библиотека это то место, где читают книги в тишине. Библиотека это источник получения информации, источник получения знаний. Это улыбки и благодарность наших читателей и посетителей наших массовых мероприятий. И самое главное для меня это работа в моем дружном коллективе, в коллективе профессионалов. Библиотека Публичная библиотека это стол идей, за который приглашен каждый. Так говорил русский публицист-революционер, писатель, педагог и философ Александр Герцин. А вот австрийский писатель, драматург и журналист Стефан Цвейк отмечал, что там где есть книга, там человек не остается наедине с собой. В стенах своего кругозора приобщается ко всем свершениям прошлого и настоящего. Ну как с этим не согласиться, ведь только на полках Лицкой районной библиотеки имени Янки Купалы хранится порядка 95 тысяч книг. И каждый может поведать вам о том, чего вы еще не знали. В эфире новый выпуск проекта «Лида. Культурная столица Беларуси». Первая известная наличие не библиотека датируется 17 веком. Она находилась в деревне Белицы и принадлежала министру кальвинистского сбора Лукашу Бернацкому. Во всем Великом княжестве Литовском на то время это была лучшая библиотека с первым хорошо датированным реестром. В ней преобладали реформационные издания, произведения Кальвина, Цвингли, Лютера и Булингера, полемическая, политическая и историческая литература и античная классика. Были в ней и редкие экземпляры, например, Библия Симона Будного, рукописный устав Великого княжества Литовского, космография Мюнстера и апология Кривицкого. Многие дворянские усадьбы на Личине имели частные библиотеки. Одна из таких библиотек была в Заполье у Игната Дамейки. Он провел почти шесть месяцев за решеткой в старом базилианском монастыре за принадлежность к тайным обществам в Вильнюсском университете. Но благодаря усилиям своего дяди, который в то время был известным адвокатом, его освободили из тюрьмы и ему было разрешено находиться в деревне Заполье под присмотром полиции. А поскольку путь к общественной деятельности у него был закрыт, то Дамейка посвящает свое время естествознанию, разводе чистокровных коров, лошадей арабской породы. В это время он много читает современной литературы, прежде всего научной на немецком и французском языках. А для крестьянских детей он открывает школу. Вот почему в его библиотеке находятся книги прежде всего по математике, истории, географии, естествознанию. А когда Дамейка решил принять участие в восстании 1831 года, он спрятал свою библиотеку на чердаке. Местные историки считают, что эта библиотека могла оказаться у Гелены Квятковской-Шукевич, у которой была своя хорошая библиотека, и что там могли быть спрятаны книги и Игната Дамейки. Запольская сельская библиотека была открыта в 1957 году, а в 1971 году она была переведена в Дитвянскую сельскую библиотеку, которая действует и до сих пор. Еще одна из библиотек того периода находилась в родовом поместье Шаури. Это Лидский уезд, ныне Вороновский район, у Теодора Нарбута, который являлся историком, археологом, инженером, исследователем. Перед Великой Отечественной войной в Лиде работало более десятка библиотек, в их числе Государственная библиотека полиции Лидского уезда, Библиотеки районного общества организационно-крестьянских кругов, Польской маминой школы, Польского краеведческого общества, Женской гимназии, Купеческого училища пиарщиков, Общество военных знаний, Передвижная библиотека Союза железнодорожников, Армейская библиотека, 77-го стрелкового полка, а также Городская библиотека. Последняя основана в 1922 году аптекарем, вице-президентом Народной рады Лидской земли, городским бургомистром Рудольфом Бергманом. Накануне Великой Отечественной войны фонд Городской библиотеки состоял из 10 тысяч экземпляров книг, и она была одной из лучших публичных библиотек в Западной Беларуси. Современник отмечали, что в ее коллекциях содержались последние и лучшие издания мировой литературы, работы которой были отмечены высокими наградами. В фонде также был целенаправленно выделен раздел краеведческой литературы. Вечером 14 марта 1940 года в городской библиотеке состоялась встреча ее сотрудников-читателей с Янкой Купалой и высокими гостями из Минска, к которым позже присоединились Валентин Тавлай, Нина Тарас, Иверс и другие местные поэты. На этой встрече Янка Купала подарил библиотеке книгу «За ракой Аресой». Это была первая белорусская книга в городской библиотеке. До сих пор там были польские и еврейские книги. К сожалению, не было найдено ни одной из книг довоенной библиотеки, и поэтому судьба книги, которую подарил Купала, неизвестна. Позже поэт позаботился о пополнении библиотечного фонда книгами белорусских и русских писателей. В фондах хранится книга, которая была подарена женой Янки Купалы из его музея. Это «Белорусские узоры». И вот эта книга является артефактом и тем значимым экспонатом, которым мы гордимся и всегда показываем нашим почетным гостям. В 40-м году городскую библиотеку посещали порядка тысячи человек. В июне на ее базе была открыта детская библиотека с фондом в тысячу книг на белорусском, русском и польском языках и иврите. Активную библиотечную жизнь прервала Великая Отечественная. Военные годы стали трагическими для книжного мира личины. Городская библиотека возобновила свою работу в 1944 году. Было собрано 685 экземпляров книг. И уже на октябрь-ноябрь этого года библиотекой пользовались 320 читателей. Скоро начали поступать издания из разных уголков Беларуси и столичных библиотек. В конце 1944 года в библиотеке работали два библиотекаря. В августе 1946 года было принято постановление о увековечении памяти народного поэта Янки Купалы. И уже 16 сентября 1946 года было принято постановление об увековечении памяти народного поэта Беларуси Янки Купалы. В одном из пунктов было записано присвоить имя Янки Купалы городской библиотеке. Библиотека Тепер я дожила до такого часу, коли все автоматизовано Со мной працавали вельми добрые люди, улюбленные у свою справу Кожная десятигодзе несла нечто новое Кожная десятигодзе библиотека створала некие новые, робила некие новые досягненни Наприклад, в 90-е годы, когда был уздым краязнавства Усе были зацикавлены этой краязнавчей литературой Интересовались социально-громадским життем, пошла белорусская мова Мы, как библиотечные работники, працавали, шукали эту краязнавчую информацию Сбирали, заховывали и доводили до читачов Если вы воспринимаете библиотеку просто как полку с книгами Вам она может показаться старой и несовременной в мире, где большинство Но не все книги существуют в электронном виде Те же, кто побывал здесь не раз, отмечают, что мир библиотеки Это удивительный мир, когда ты попадаешь в эту среду Она проникает в тебя глубоко, особенно когда ты имеешь дело с настоящими подвижниками Работа в библиотеке для меня это в первую очередь ежедневный и кропотливый труд Плоды которого это наши награды в победах за многочисленные конкурсы областного и районного уровня Конечно же это улыбки и благодарность наших читателей и посетителей наших массовых мероприятий И самое главное для меня это работа в моем дружном коллективе В коллективе профессионалов, людей, которые отданы своему делу, которые любят свою работу, знают свою работу Решают поставленные перед ними задачи в сроки и вовремя, несмотря на трудности и сложности, которые у нас встречаются Профессия библиотекаря никогда не была предметом мечтаний карьеристов Это скорее работа и очень осознанная людей, несущих высокое знамя культуры Сегодня они стремятся к тому, чтобы библиотеки меняли свой формат, преобразовываясь из книгохранилищ во многофункциональные культурные и творческие центры Посещать которые будут люди разных возрастов, интересов и профессий Наличие 19 библиотек Лицкая районная библиотека имени Янки Купалы, 6 ее городских филиалов Детская районная библиотека и 10 сельских библиотек, в числе которых 9 библиотек агрогородков И Березовская городская библиотека Колесит по району и библиотека на колесах или библиобус Все они проводят многоаспектную и системную работу по привлечению к пользованию библиотечными услугами И это дает результаты Ежегодно библиотеки личные обслуживают более 30 тысяч читателей Более 7 тысяч из них читатели районной библиотеки Чтобы поддержать читательский интерес, Лицкая районная библиотека имени Янки Купалы и ее филиалы Обновляют не только фонды Библиотекари еженедельно проводят различные мероприятия Встречи, беседы и дискуссии на литературные темы для детей и взрослых Пользуются спросом у читателей и литературно-музыкальные вечера Презентации, круглые столы, видеочасы, библиошоу и пресс-марафоны В 2019 году только Лицкая районная библиотека реализовала более трех десятков проектов В том числе и пять благотворительных Еще более десятка проектов на счету ее филиалов Хочу сказать, что мы как библиотека, как государственное учреждение Всегда занимаемся благотворительностью и принимаем благотворительность Потому что фонды нашей библиотеки ровно так же пополняются дарами У нас есть такая акция «Подари книгу библиотеки» Если у ваших бабушек, дедушек, у вас дома есть книги, которые прочитаны Либо вы считаете, что они для вас не востребованы Не нужно их выбрасывать, сдавать в макулатуру Библиотека готова приехать, взять эти книги Также мы занимаемся благотворительностью Например, у нас есть книги, которые также закупаются за собственные средства Мы предполагаем и делаем такие акции, как дары книг В первую очередь это Минойтовский дом-интернат для психонерологических больных Больница дневного пребывания для людей пожилого возраста Там мы организуем выездные мероприятия, выставки, литературные вечера И ровно так же каждый год мы стараемся, чтобы это учреждение от нас в дар их библиотеки Чтобы их фонды также пополнялись, мы дарим книги Не раз гостями мероприятий в Лицкой районной библиотеке имени Янки Купалы Становились краеведы, писатели, журналисты, представители редакции газет и журналов Музыканты, библиотекари, педагоги, работники типографии И священнослужители не только личины, но и других регионов Гродненской области Самых брендовых можно назвать наши уже седьмые в этом году Лицкие чтения, научно-практическая конференция На которых поднимаются актуальные темы И в этом году это, конечно, 75-летие победы Наш постоянный проект брендовый – это «Взрослые дети» называется Такой проект, который был до прошлого года, он был районным В этом году он стал региональным Внесли изменения в положение В этом проекте взрослые люди, которые пишут, писатели Которые увлекаются прозой, поэзией Присылают на конкурс именно детские произведения, которые написали сами Комиссия их оценивает по двум категориям – это поэзия и проза И, соответственно, после этого победителям вручаются награды, раз уж это конкурс и уже региональный И мы сами самостоятельно издаем эти произведения и пополняем фонд детской библиотеки И, конечно же, библиотек, где есть наш детский читатель А он есть во всех библиотеках Смело можно утверждать, что библиотека – культурный центр для людей разных возрастов В филиале Литской районной библиотеки – детской библиотеки Для юных читателей собран богатый книжный фонд В нем более 31 тысячи экземпляров Это детская литература, лучшие произведения белорусских и зарубежных писателей Энциклопедии, словари, справочные периодические издания Также для привлечения молодежи в библиотеки внедряются интерактивные формы работы Презентации, флешмобы, промо-акции Работает клуб «Крыничка» и организован информационно-образовательный центр Она комплектуется в первую очередь Художественная литература, программная литература Большим спросом пользуется белорусская литература Новые какие-то авторы Программа, она же меняется Почти каждый год появляются авторы новые, полу-внеклассное чтение Поэтому белорусская литература очень востребована Чтобы библиотека была интересной, считают литские библиотекари Нужно заботиться о нескольких аспектах ее деятельности О пространстве Оно должно быть удобным, интересным и достойно оформленным О разнообразии мероприятий Их линейка должна создавать не одну точку притяжения Для современных библиотечных пользователей И о фондах При их формировании нужно учитывать не только интересы посетителей Но и сближение бумаги и электронных ресурсов Тема пополнения фондов, она всегда остается актуальной Потому что в соответствии с поручением президента Мы выполняем 12% норматив по комплектованию фондов Которые заложены в программе «Культура Беларуси» Это огромное и замечательное подспорье для нас Как для библиотеки Потому что определенные бюджетные средства Которые выделяются для того, чтобы пополнять фонд Они направляются как на социально значимые издания Так и на литературу общего спроса В прошлом году мы благодаря этому нормативу Приобрели книги шрифта Брайеля для слабовидящих А в этом году, благодаря спонсорской помощи в первом квартале Мы приобрели книги с укрупненным шрифтом Которые также помогают людям с ограниченными возможностями Пользоваться услугами библиотеки В фондах Лицкой районной библиотеки имени Янки Купалы Справочные и библиографические издания Это универсальные отраслевые, комплексные, тематические и персональные энциклопедии Словари и справочники, путеводители и библиографические указатели Нормативно-правовые издания, коммерческая литература, книги, журналы и газеты Также здесь представлены аудиовизуальные документы и электронные издания Которые при необходимости выдаются читателям через читальный зал или в мульти-медиа-центре Общий фонд наш почти 378 тысяч на все наши библиотеки Сотрудничаем с нашими самыми ведущими республиканскими издательствами Это белорусская энциклопедия, мастатская литература, народная света Статус Лида «Культурная столица Беларуси» потолкнул библиотекарей к разработке новых культурных и развлекательных мероприятий Которые бы не ограничивали стены библиотеки У нас разработан отдельный план мероприятий, который посвящен именно Лиде, как культурной столице Мы работаем тесно с краеведами, которые занимаются историей личины Вот у нас есть такая задумка, чтобы, ну скажем, библиографически Многие писали, собирали некие материалы о Лиде, издавали книги именно библиографически Кто писал о Лиде, что писали о Лиде, в какое время писали о Лиде Чтобы составить такое, скажем, библиографическое описание именно Лиды, как культурной столицы В 2020 году работники Лидской районной библиотеки имени Янки Купала и ее городских филиалов Проведут десятки интересных мероприятий, которые поддержат статус Лиды, как культурной столицы Беларуси Среди них открытый региональный литературный конкурс имени Веры Новицкой В этом году он пройдет в двух номинациях – поэзия и проза Мероприятия, посвященные юбилеям известных в нашей стране и за рубежом деятелей белорусской культуры Литературно-музыкальные зазимки, библиотечный проект по продвижению книги и чтения Время чтения весь год Среди эксклюзивных проектов – создание электронной книги памяти «Чтим и помним» Максим Горький писал «Любите книгу» Она поможет разобраться в пестрые, бурные путаницы мыслей, событий и чувств Она научит вас уважать себя и другого человека Она окрыляет ум и сердце, любовью к миру и к человечеству С вами были автор и ведущая проекта Оксана Бонцевич и Лида – культурная столица Беларуси